Свети Российского, уроду духовного, В годину любых воней, и дивно правцвежий, Новомученицы, исповенницы бесчисленные, Святители, царственные, здравствуйте, и пастыри, монастыри, К моменту празднования столетия и основания Русской Зарубежной Церкви было решено написать проект, эту икону. Мы рассуждали о том, как назвать эту икону, и были разные варианты, но остановились все-таки на том, что мы сделали надпись «Русская Зарубежная Церковь 1920-2012». Это как раз тот период с момента основания Русской Зарубежной Церкви до столетнего празднования ее существования. Икону заказала наша епархия, и исполняли ее в Москве. Иконописец, который более 20 лет трудится в Святотихоновском институте. На иконе изображены, в первую очередь, Пресвятая Троица, которая легла в основу этого изображения, этого проекта. Важным элементом тоже в изображении этой иконы стала Курско-коренная икона Божией Матери, которую мы здесь видим в центре, которая в своих руках держится, действительно, Иоанн Шанхайский. Эта икона уже неотъемлемая часть Русской Зарубежной Церкви. Ну а так, в центре изображены трое из тех святых, которые были прославлены уже в Русской Зарубежной Церкви. Это Святый Иоанн Шанхайский, который мы видим здесь в центре. Это владыка Иона Ханьковский. И это мученик Александр Мюнхенский, который мы здесь видим как мученика, который изображен с крестом мученическим и с символом своего движения, белой розой, ради которой, в принципе, он и пострадал за подвиг исповедничества. На иконе изображены здесь первые иерархии нашей Церкви. Это митрополит Антоний, митрополит Анастасий, митрополит Филарет, митрополит Виталий, митрополит Лавр и митрополит Иларион. Также на этой иконе изображены храмы, которые особенно значимы в Русской Зарубежной Церкви. Начиная здесь с храма Святой Марии Магдалины в Иерусалиме, который особое значение имеет для нашей Церкви. Также храм всех скорбящих радостей, который построил в свое время Святый Иоанн Шанхайский. И также храм монастыря в Джордан-Вилле, Свято-Троицкий монастырь, где находится с 1948 года также наша духовная семинария. И с этого момента она готовит своих будущих священников для служения в наших храмах. Ну и также здесь изображен четвертый храм. Это храм Святых Новомучеников, Исповедников Российских, который являлся и, насколько я знаю, на по сей день является единственным храмом, который посвящен в Зарубежной Церкви Святым Новомученикам, Исповедникам Российским. Очень важным символом всего проекта был тоже корабль, на котором русская эмиграция также с духовенством покидала российские земли и отправлялась уже в дальнее плавание на Запад, конечно же, желая и вернуться в какой-то момент, но промысл Божий так устроил, что и духовенство, и эмиграция уже на долгие десятилетия осталась за границей и здесь несет свою миссию проповедания православной веры. Сама икона выполнена в традициях древней иконописи. Мы знаем здесь доска, которая изготовлена из липы, а так на икону наносится такой слой сперва из раствора, который делается из мела и рыбного желатина. Это все так варится, смешивается, потом наносится эта грунтовка, но и потом уже делается рисунок. Использованы только натуральные пигменты, которые встречаются в разных областях нашей природы. Это где-то и какие-то оксиды, которые появляются на металле, это какие-то земли, которые можно где-то найти, это также камни, которые растираются потом в порошок и потом уже используются в иконописи. Ну и, конечно же, яичный желток, который неотъемлемая часть традиционной иконы. То есть икона пишется на яичном желтке, и эта смесь размешивается и уже наносится красочный слой. И наносится золото, это сусальное золото, которое в данной иконе выполнено в двух слоях. Это усиливает мощность цвета золотого и особой техникой тоже наносится в тех полях, которые не заполнены уже красочным слоем. Также характерной частью этой иконы стало и изображение так называемого асиста здесь на иконе. То есть, как мы видим, красочный слой уже написан, а потом на него сверху еще наносится клей такой, как бы желатин, который имеет клейкую основу, и на него ложится еще сверху золото. Получается, что одежда, например, у митрополитов становится такой вот золотистой, то есть, буквы или петрахиль, или вот купола, они на свете совершенно по-другому играют, потому что золото не только на фоне, но и на красочном слое. Наносится потом так называемый слой олифы, который сохраняет его вместо лака. То есть, в древней иконе нет лака. Лак, он как бы портит икону, потому что икона живая, и она как бы немножечко даже имеет как некоторые движения. Если это покрыть лаком, это как асфальт будет, то есть, она потом уже не может как бы двигаться, и поэтому она может дать какие-то такие трещины. Олифа – это фактически оливковое масло, которое имеет еще некие такие, в общем, добавки, и она, когда наносится где-то сутки, вот она бывает на иконе, и проникает сквозь все красочные слоя, даже до грунтовки. И поэтому как бы консервирует икону и связывает эти слоя в одно целое. На данный момент икона находится в монастыре преподобного Иова Почаевского в Мюнхене. И пока она еще не участвовала ни в каких торжествах, хотя у нас уже сейчас 2022 год, празднование было в 2020 году, но в этом году, в 2020 году, планировалось проведение архиерейского собора Русско-зарубежной церкви у нас здесь, в Мюнхене, в женском монастыре в Бухендорфе. Но в связи с ограничениями ковида невозможно было созвать этот собор, поэтому многие архиереи не смогли прилететь на это мероприятие, и поэтому совещание архиерейского собора было перенесено на позже. И вот, милостью Божией, в этом году, как раз два года спустя, в сентябре этого года, состоится как раз архиерейский собор в городе Нью-Йорке, где также будет избран новый первый иерарх в нашей церкви, и мы думаем, что эта икона тоже примет участие в торжествах этого события.